Всем привет ребятки, в этом ролике я вам покажу все спойлеры будущего обновления, которое должно выйти в скором времени. Поэтому усаживайтесь поудобнее, ставьте лайки и обязательно подписывайтесь на канал. Давайте на этом ролике наберем 150 лайков, я вам буду очень сильно благодарен. Ну а в начале игры вам очень сильно поможет мой промокод, вводите промокод Палканов на любом сервачке до 5 уровня, за него получите 300 тысяч. Вся информация есть в описании под видео. Я вам в свою очередь могу пожать только приятного просмотра, приятного аппетита, усаживайтесь поудобнее. Всех обнял, приподнял, полетели. Ну что ж ребятки, первое о чем бы я хотел вам рассказать, это то, что добавят новую деревню. Как она называться будет пока что неизвестно, но ранее она называлась Корякино. Еще в 2015-2016 году там были дома, там можно было покупать дома, жить там и так далее. То есть деревня была уже живая, но потом ее как бы убрали, то есть дома там нельзя было покупать. И вот спустя, наверное, 4 года, может быть больше, они снова решили вернуть эту деревню, но сделать ее намного больше, лучше и красивее. То есть деревня реально будет очень красивая, интересная, будут новые красивые дома, можно будет рыбачить, будет магазин оружия, будет закусочная и также будет собственная аптека. Ну и конечно же всегда добавят еще особняк для семьи. То есть деревня получится, я считаю, очень интересная, очень большая. Я бы на самом деле себе хотел бы там домик, потому что там много чего интересного. Рядом также находится транспортная компания и находится какой-то мини-завод. Возможно, оттуда можно будет брать рейсы, либо возить продукты. Но в любом случае, я считаю, что они красавчики, то что решили заняться этой деревней, потому что она просто заброшена. Следующий на очереди это новый тюнинг, который добавят в этом обновлении, а именно обвесы. Будет около 15-20 машин, на которые вы сможете поставить обвесы. То есть это очень круто, будет несколько вариаций. То есть сможете там бампер поменять, выхлоп. То есть в целом вы сможете неплохо изменить вид своего автомобиля. Пока что нам показали несколько автомобилей. Это BMW M5 F90, Toyota GT86, Nissan GTR, Toyota Supra и в принципе все. Больше никаких автомобилей нам не показывали. Но и в любом случае, будем это ждать, потому что ввесы это реально круто. И хочется очень сильно уже их затестить. Также в этом обновлении добавят обтяжитие для семей. То есть у нас есть семейные особняки, но это будет обтяжитие. Функционал будет много меньше, чем особняка. Но не все себе могут позволить особняк. Многим эти функции не нужны, которые есть в особняке. Поэтому для таких ребят добавить именно обтяжитие семейное. Семья сможет купить себе квартирку и использовать минимальный функционал для семьи. Также в этом обновлении добавят павильоны, в которых вы сможете продавать разные приколы. То есть аксессуары, разные ресурсы и так далее. То есть вы приезжаете, арендовываете себе лавку. Выставляете все на продажу, то, что вам не нужно. И как бы просто зарабатываете денежку. Потом приходите, забираете и так далее. И также вы сможете торговые лавки продавать. То есть допустим, если вы там ее купили, вы можете ее перепродать другому игроку. Комиссия получается на этом рынке, на торговых лавках будет 10%. То есть вы допустим выставили предмет за 1 миллион. Вы получите 900 тысяч. А 100 тысяч заберет комиссия. Также будет писаться средняя стоимость рынки. То есть это как-то все будет считаться. И писаться вам примерная сумма, за которую вы можете ее продать. И за какую сумму ее продают другие игроки. Также можно будет посмотреть последние продажи. То есть за сколько последний раз продали этот предмет. Ну и последнее, о чем бы я хотел вам рассказать. Это пост, который выложили буквально вчера. Очень приятные мелочи. В ближайшем обновлении, который мы еще не показывали. В лист области будет добавленный зал заседаний. Там могут собираться игроки из организации на собрания, совещания. Либо же там можно проводить собрания с жителями области. Вход зал можно будет открыть для всех или только по пропускам. Теперь сотрудникам правительства области смогут закрыть дверь, ведущую в сторону кабинета губернатора. Игроки за выход при рейсе в наручниках при следовании будут отправляться в КПЗ, а не сразу в тюрьму. А после КПЗ они будут отправляться в тюрьму. Чем чаще игрок будет подобным образом нарушать правила, тем больше времени он будет сидеть в тюрьме. Каждый месяц этот срок будет сбрасываться. Теперь сотрудники ТРК смогут закрыть дверь, ведущую в коридор телерадио студии. В таксопарке появится черный список водителей. На территории рейдов будет системно запрещено надевать наручники и выдавать розыск. Жена или муж, если подселены через... Смогут пользоваться сейфом и шкафом с инструментами. Ну что ж, ребятки, вот такое получилось видео. Да, коротенькое, но самое главное, я вам в принципе все рассказал и показал, что будет в новом обновлении. Я очень его жду и думаю, что оно выйдет в этом как бы месяце, может быть даже через неделю. Вся информация есть в описании под видео, поэтому заходите, смотрите и начинайте играть вместе со мной. Обнова будет топово, поэтому советую всем подкопить денежку, чтобы купить себе новый домик, возможно строить бизнес, поставить инвестор на машину и так далее. То есть бабочки должны быть на обнову это 100%, поэтому берите, работайте, копите, зарабатывайте и ждите обновления. Все, всех обнял-приподнял, всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok